Когда Шанель, к примеру, не продает сумки русским. Будут ли люди есть суп через год? Будут. Ну что, все нормально? У меня оставалось 100 тысяч евро в Альфа-банке. Российские олигархи. Фридман, Авен, Тиньков, Абрамович попали под жесткие санкции. Олигархи на этом фоне хотят показать, что они очень бедные всего лишились. Роман Абрамович. Как заработали эти олигархи свои деньги, надо было разбираться раньше. Тиньков-банк вынужденно проходит ребрендинг. Конечно, никого экономического бунта, глобального свержения правительства Путина не будет. Все дома, яхты, вертолеты, активы. Российские активы были и остаются токсичными всегда. Что происходит? Я думаю, что это никому не расскажут, потому что сейчас цифры начинают в секрете. Одну лягушку бросили в кипяток, и она сразу выпрыгнула. Не было бы нефти в России. Какой бы Путин там вырос? Не было бы никакого Путина. С вами Марьяна Минскер, вы держитесь. Вот уже третий месяц говорим об экономических последствиях так называемой спецоперации. Со мной на прямой связи из Лондона основатель Мовчанс Групп Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Ну вот смотрите, прошло два месяца уже так называемой военной операции, но российская экономика не рухнула, несмотря на все санкции. Доллар не стал стоить 200 рублей, как того предрекал Байден. И в общем, как-то неожиданно, что все нормально? Что происходит? Добрый день. Я обращаю внимание, что вы уже говорите слова «военная операция». Раньше надо было говорить «спецоперация». Теперь, кажется, больше можно. Это либерализация некоторая, я считаю. Ну смотрите, ну конечно не рухнуло. А вы знаете хотя бы одну экономику мира, которая рухнула? Вот экономика Зимбабве, она рухнула или нет? Экономика Венесуэла. Они все как бы существуют, эти экономики, никуда не деваются. Экономика вообще такая вещь, она существует всегда. Экономика Советского Союза в конце 41-го года тоже существовала. Вопрос терминологии. Да, мы видим, что ожидаемое снижение ВВП российской экономики сейчас по разным источникам разное, но даже российские официальные источники не отрицают этого. Это где-то 10%. Мне кажется, что это будет больше. Это сильно зависит от других триггеров, о которых мы можем поговорить. Но даже 10% это больше, чем в 98-м году. То есть это очень приличное падение ВВП. Это кажется, что 10% это всего 10%. На самом деле ВВП огромная часть, там малоизменяемая, которая связана с вещами очень ригидными, которые просто живут все своей жизнью и живут. Большая часть ВВП это вещей достаточно бессмысленных, которые там присутствуют, потому что их девать некуда. Есть некоторые процессы, которые ВВП приносят только на бумаге, они есть. Если ваш ВВП падает на 10%, это очень серьезная, если не катастрофа по аварии экономики. Да, но справедливости ради, извините, перебью, заметим, что по всем прогнозам, допустим, Всемирного банка в 2023 и 2024 году уже они прогнозируют небольшой, но рост. То есть это в этом году ВВП упадет минимум на 10%? Вы знаете, я думаю, эти прогнозы очень механистичны. Они основываются на том, что большое падение ВВП, как правило, потом митигируется некоторым ростом в следующем периоде. Сейчас прогнозировать, что будет с ВВП России в 2023 году, мне кажется, занесет что-то бессмысленно. Потому что, ну да, мы для начала должны ответить на вопрос, будет ли нефтяной эмбарго и газовый эмбарго. Мы должны ответить на вопрос, как будет выглядеть морская блокада. Она сейчас как бы образуется стихийно, но какой она будет, мы не знаем. Мы не понимаем уровня заменяемости западного импорта, например. Что можно заменить на китайское, что нельзя. Какие импульсы будут заменяться через покупку готовой продукции, отказ от собственного производства, а какие-то будут точно. Какие-то вообще не будут заменены и так далее. Мы не понимаем эффекта изменения структуры рабочих мест. Скажем, 4 миллиона мигрантов трудовых, которые сейчас покинут Россию, они трудовые свои рабочие места оставят кому? Кто будет на эти места приходить? Мы совершенно не понимаем эффекта, который будет от эмиграции. Вот сейчас мы видим по оценкам, там 400 тысяч кто-то, говорит, выехало из России, 500 тысяч кто-то, говорит, выехало из России. Из них там 50-100 тысяч только айтишников и около тысяч топ-менеджеров. А сколько это будет в итоге через 12 месяцев? Миллион, 2 миллиона или наоборот 300 тысяч, потому что 100 тысяч вернутся. Всего этого мы не понимаем и от этого будет очень сильно зависеть экономика. И здесь можно будет разговаривать, наверное, только начиная с осени, чтобы вообще понимать вторичные эффекты, которые сейчас происходят. Да, но вот из того, что мы уже наблюдаем сейчас. Вот смотрите, доллар продолжает снижаться, рубль возвращается к уровню начала февраля. Что происходит? Почему так происходит? И главное, какой, по вашему мнению, должен быть справедливый курс рубль-доллар сейчас? Ну, вы знаете, это, я так понимаю, что вы задаете немножко риторический, театральный вопрос, потому что же все все понимают и так. Когда мы говорим о курсе рубля к доллару, мы в голове держим, мы в голове держим времена, когда рубль был конвертирован. И тогда существовал некий открытый рынок, на который можно было прийти, купить доллар, продать доллар, купить рубль, продать доллар-рубль, сделать экспортно-импортные контракты, сохранить деньги в долларах, сохранить в рублях. То есть все то, что свойствовало нормальным валютам. Это продавалось, по крайней мере, в России властью как огромное достижение российское. Это сильно было большое достижение экономики. И вот с тех пор у нас осталось понятие курса рубля. Понятно, что на сегодняшний день это абсолютно не тот рубль. Вы не можете его свободно покупать и продавать. Нерезиденты отрезаны от рынка и их авуары заморожены. Компании, которые выручают валюту от экспорта, вынуждены продавать 80%, а по-хорошему и 100%, потому что ограничено использование остальных 20%. И частные лица, вы сами знаете, что такое пойти в банк и купить валюту. Несмотря на некие послабления, большинство банков говорит, что если у вас валюты не было на 24 февраля, то вы ее и не можете купить, не можете снять. Вчера мне кто-то рассказывал, что он пришел к баре по банку. Он говорит, что хочет снять валюту. Не то что купить, а снять, у меня на счету есть. Он говорит, что на 20 мая мы вас запишем, наверное, мы на 20 мая валюты сможем вам собрать. В этих условиях говорить ни о каком курсе не приходится. Можно говорить о ставке, по которой ЦБ ограниченно готов менять доллары на рубли. Ставка, по которой ЦБ ограниченно готов менять доллары на рубли, она нам известна. Она продолжает по традиции носить название биржевого курса. Но говорить о том, что, скажем, рубль возвращается к стоимости начала февраля... Сколько должен сейчас стоить рубль, по вашим оценкам? Вот какой его реальный курс? Да нисколько он не должен стоить. Для того, чтобы был реальный курс, должна быть реальная свобода купить. Вот если вы мне ответите на вопрос, почему я сейчас могу купить 5 миллионов долларов на рубли или заплатить в Америку, например, этими деньгами... Вот это и будет реальный курс. Да, это будет реальный курс, но правильный ответ – бесконечность, потому что я не могу это сделать. Вот ваш реальный курс доллара к рублю, бесконечное количество рублей за один доллар. А вы думаете, будет несколько курсов, вот будет официальный красивый курс, и будут реальные курсы, по которым или можно будет, или нельзя будет купить валюту, но, тем не менее, совершенно другие цифры? Они уже есть. В реальности они уже есть. Я сейчас, вот если у меня есть рубли в российском банке, я могу ограниченно купить валюту, иногда, да, на, там, я не знаю, по курсу, там, сколько там, 95, 100, 110, в зависимости от банка, рублей за доллар. Если у меня есть валюта, я могу ее продать за, ну, не знаю, там, сколько, 80 было, последний раз я видел, там, 82, там, что-то в этом роде. Вот. Если я привилегированный импортер, то я могу пойти в центральный банк и получить какой-то другой курс сейчас. Если я не привилегированный, то я вообще больше не импортер, я не могу ничего купить и ничего сделать. И так далее, и так далее, и так далее. Курсы уже разные. Черный рынок наверняка тоже есть, но я, поскольку в Лондоне, я просто не знаю, я не хожу по московским улицам, не пытаюсь с рук, там, поменять деньги. Но курс наверняка существует тоже. Хорошо, с рублем и долларом понятно. Но я немножко побуду адвокатом дьявола, и вот давайте про экономику поговорим. Вот Путин на днях сказал, что инфляцию удалось обуздать, ставку рефинансирования снижают, валютный контроль худо-бедно смягчают, сделают льготную ипотеку и так далее. Что происходит? Ну, происходят совершенно естественные вещи. Ведь никто же не говорит об одной цифре сейчас, а все начинается с этой одной цифры. Как выглядят располагаемые доходы населения? По тем же оценкам, которые делались тогда же, когда падение ОВП оценивалось в 10%, по этим оценкам, где располагаемые доходы населения в России в этом году должны упасть на 20%. Это без учета потенциального эффекта вторичных санкций и без учета потенциального эффекта нефтяного газового эмбарка. Падение на 20% приведет первичные располагаемые доходы населения просто первого года в реальном выражении. Это невероятное достижение у всего российского правительства и всей российской власти. При 20% уровне располагаемых доходов населения, при падении, вы, естественно, получаете низкую инфляцию. Просто потому что... А покупать-то на что? Россия производит достаточно много. Тут не надо этого стыдиться, не надо этого скрывать. Она производит много агропродукций, она по инерции в этом году еще произведет достаточно много другой продукции, хотя сильно меньше. Мы говорили про 10% падение ОВП. Там заложено где-то, наверное, 25% падение промышленного производства. Импорт России в России все равно еще существует. То есть спрос как бы можно удовлетворять. А само падение спроса на 20% плюс падение инвестиционного спроса, я думаю, процентов на 60-70% в этом году, инвестиций фактически не будет. Все, по-моему, уже, так сказать, от Яндекса до Мостотреста объявили о том, что никаких инвестиций не будет. Плюс падение промышленного спроса, которое связано с падением конечного спроса, и оно будет больше, чем на 20%, потому что у вас замещение внутреннего производства готовыми товарами начнется. Потому что, смотрите, вот вы, например, вы производили там КАМАЗ, ставя на него немецкий двигатель. В КАМАЗе был немецкий двигатель, производство российское, грубо говоря. Сейчас не будет немецкого двигателя, не будет российского КАМАЗа, будет китайский грузовик, который целиком сделан в Китае. Это способ замещения. В этом смысле, что у вас происходит замещение российского производства иностранной готовой продукции, Хотя, казалось бы, в этот момент должно наступить импортозамещение. Но это не так. Наступает совершенно обратная вещь. Наступает замещение частичного российского производства целиком импорта. В этих условиях, естественно, у вас инфляция будет под контролем, потому что кому и что покупать-то. Импорт, по идее, вы можете завозить. Валюты достаточно. Текущий счет у вас позитивный. А покупать некому. Поэтому инфляция 17% в рублях. Это нормальная цифра сейчас. Понятно. Я думаю, что он будет больше. Я думаю, что в итоге будет 25, может быть, даже 30 по итогам года. Я думаю, что это никому не расскажут. Потому что сейчас цифры начинают секретить. Но все равно это, конечно, не 10 тысяч процентов. И в первую очередь потому, что нет запаса у населения, у индустрии, для того, чтобы формировать спрос. Кстати, что по поводу нефтяного эмбарго? Как вы считаете, смогут ли, хватит ли, не знаю, политической воли у стран Запада отказаться от нефти и газа российских? Потому что что мы сейчас наблюдаем? Что Запад выдал лицензию Газпромбанку. А значит, есть ощущение, что все-таки страны Запада согласны будут покупать российский газ за рубли. Или я не права? Я думаю, что здесь дело не в воле как таковой. Теоретически, судя по вопросам даже, которые проводились в западных странах, политическая воля есть. То есть и население поддержит эти меры, несмотря на экономические потери. Там они счетные, эти экономические потери. Они при полном эмбарго на газ и нефть составят в центральной Европе, наверное, где-то 2%, 2,5% ВВП. В Западной Европе от 0,5% до 1% ВВП. Их можно посчитать, эти потери. Это такой легкий коют. Не очень страшный. Но проблема здесь не в политической воле, а проблема в политической рационали, скорее. Сейчас, когда, скажем, большие политики, ну, исключая Англию, которая там ничего не теряет от этого, скажем, в континентальной Европе большие политики смотрят на вопрос этого эмбарго, они пытаются взвешивать «за» и «против», и они не находят очень много «за», как это ни странно звучит. А что толку от этого эмбарго? Ну да, Россия, значит, очень сильно потеряет, и экономика российская сильно потеряет. Это еще где-то, наверное, 5-7% ВВП, и это крест на росте ВВП в 2023 году. Сможет ли Россия при этом сохранять свои милитаристские устремления на Украине? Ну, в общем, сможет. Сможет ли Россия производить оружие, пусть, так сказать, не такого высокоточного, пусть более отсталого? Ну, в общем, сможет. А что тогда изменится в этой ситуации, в краткосрочной перспективе? И политики приходят к выводу, что, в общем, ничего не изменится. А в чем тогда вообще суть санкций, если они, как мы видим, ничего не поменяли? Суть санкций в долгосрочном позиционировании России. На сегодняшний день санкции не изменят ничего, особенно в вопросе на Украине. Но через 5 лет, при условии того, что действительно страны отказываются от покупки российских нефти и газа, они отказываются. Это вопрос не эмбарго, это вопрос отказа. Это отказ пройдет за 2-3 года сам по себе, своим путем. При этих условиях, через 5 лет, Россия уже в военном смысле, что-то противопоставить НАТО будет невозможно. Технологий не будет, средств для производства не будет, средств для импорта не будет. Через 10 лет Россия окажется в ситуации Советского Союза конца 90-х. Конца 80-х, извините. У Запада эти 10 лет есть. У Украины этих 10 лет нет. Но здесь большой вопрос, насколько Запад волнует ситуацию на Украине. Насколько волнует Запад ситуацию в Украине? Я не знаю. Мне кажется, не так сильно, как, может быть, хотелось бы. Ну, то есть, это вопрос времени. И через 10 лет мы увидим, что российская экономика, ну, не рухнет. Да, мы уже вначале сказали, что это слово неправильное. Но, тем не менее, вот будет на... Мы почувствуем... Население почувствует. Электорат путинский почувствует раньше. Население чувствует сейчас. Население чувствует это сейчас точечными ударами. Население к осени будет чувствовать это массово. Недаром они хотят отменять выбор губернатора. Смотрите, Андрей, я позволю себе с вами не согласиться. Потому что люди, которые сейчас испытывают на себе давление санкций, это средний класс. Это те люди, которые, ну, не знаю, машину не могут купить. За границу сейчас не могут полететь. А если могут полететь, то карты на российских банков не могут расплатиться. А люди, вот путинские электроны, большинство российского населения, как не могли это себе позволить раньше, так и не могут позволить сейчас. В чем разница для них? Они этого не чувствуют. А когда почувствуют? Инфляцию они уже чувствуют. Мы видим и знаем, что даже в дискаунт-сегменте продуктовой инфляции есть она двузначная. Она двузначная в моменте, да, не в годовых терминтах. Уже к осени будет сокращаться дискаунт-ассортимент. Потому что из России уходят крупные производители дискаунт-товаров. Чем заменять то, что делала Икея, например, то, чем она была для верхней части нижних классов? Это огромный вопрос. Не в смысле качества, а в смысле цены. Чем заменять гигиенические товары, которые активно использовались? Большой вопрос. Чем заменять дискаунт-продукты питания, которые в основном производились с использованием импортных ингредиентов и по импортным технологиям, на импортном оборудовании, которое требует замены запчастей, которое требует ремонта сервиса и так далее. Это большой вопрос. И так далее, и так далее, и так далее. То есть к осени, к зиме все эти вопросы встанут. Это не катастрофа, разумеется. Это не голодные смерти людей. Но люди будут это вполне на себе ощущать. И низшие классы тоже. И эта ситуация будет медленно ухудшаться. Она не может улучшаться. Нет триггеров и драйверов для улучшения. Но ухудшаться она будет медленно. Действительно, это будет через год чуть хуже, чем в конце этого года. Через два года будет еще чуть хуже. Выходит из строя самолеты. Авиационная логистика ухудшается. Проблемы с подшипниками, с поездами. Удлиняются сроки поставок. Соответственно, регионализация товаров будет происходить. Переход на такое легкое натуральное хозяйство в разных регионах. Китайские товары тоже надо возить. Они будут дороже, потому что возить их будет тяжело. И все это будет складываться один к одному. Это вот знаете, как вы сказали про то, что люди будут медленно чувствовать на себя последствия санкций. Как есть притча знаменитая, когда одну лягушку бросили в кипяток, и она сразу выпрыгнула. А вторую медленно варили сначала в холодной воде, и потом нагревали. И она ничего не почувствовала, ничего не поняла. Вот не похожа эта ситуация на ситуацию в России? Наверное, похоже, как любые метафоры, наверное. Это, так сказать, правильно и неправильно одновременно. Но, конечно, если вы хотите из этого сделать вывод, что мы не можем ждать экономического бунта и свержения правительства Путина, это абсолютно истина. Конечно, никого экономического бунта глобального и свержения правительства Путина не будет. Тем более, что в России все революции, в общем, всегда происходили в столицах. Столицы живут совершенно своей жизнью. Москва как была, так и останется колониальным центром. Этот центр будет себя обеспечивать в достаточной степени для того, чтобы удержать его от бунта. Поэтому нет, вот на это рассчитывать не приходится. А вы лично, как россиянин, живущий в Лондоне, почувствовали на себе последствия санкций, последствия ограничений? Может быть, как будто ограничения коснулись ваших счетов и активов? Я, ну, слушайте, мы последние два месяца живем в состоянии некоторого именженсы, естественно. Потому что надо все менять. Потому что там у меня оставалось, не знаю, 100 тысяч евро в Альфа-банке, значит, мне нужно было как-то их оттуда доставать. Потому что все... Удалось? Ну, удалось, конечно, да, потому что у меня какие-то и расходы в России были еще оставались, и что-то еще. Вот, но тем не менее, да, значит, у огромного количества моих клиентов просто катастрофа, потому что они, скажем, держали иностранные активы через Санкт-Петербургскую биржу, через НРД. Да, все это заблокировано, и непонятно, что с этим дальше будет. Вот. Многие были заинвестированы в российский рынок же. И несмотря на то, что я много лет говорил, не делайте это, люди там говорили, ну, а как же, он же там вот растет. И у России такой хороший баланс платежей, да, она не может быть банкротом. Значит, люди потеряли кто 20, а кто 100% в этих день. Да, у меня лично, поскольку я гражданин Европы и живу в Великобритании, у меня никаких ограничений и проблем с моим оперированием и своими бизнесами нет и быть не может. Но у большого количества моих знакомых и клиентов, которые, скажем, резиденты России и также оперировали в Европе, действительно, проблема, они не могут увеличивать счета свои. Я вот вам могу сказать, что у моих знакомых в Германии заморозили банковские счета просто потому, что у них российские паспорта, они сами не под санкциями. Вот это разве справедливо? Ну, послушайте, говорить о справедливости в нашем мире как-то по-детски. Значит, что значит заморозили? Я не знаю ни одного случая, когда счета действительно были заморожены. Там, скажем, сказать «забирайте ваши деньги» — да. Сказать «больше не присылайте денег» в соответствии с европейской директивой — да. Значит, многие банки в момент, когда все это случилось и пришли эти директивы, ну, там люди в комплайенс сидят, они же не очень умные, да, это же такая работа клерков, они, значит, действительно начали счета замораживать. В 100% случаях, если клиент шел в банк и говорил «что же вы делаете?», вопрос разрешался очень быстро. То есть у нас тоже, вот у нас есть там кипрская компания, одна из компаний нашей группы, счета в банке Кипра, и нам тоже банк Кипра сообщил, что он транзакции проводить не будет. Радостно. Да, вот это радостное сообщение продержалось три часа. Там мой менеджер пошел в банк, показал им директиву, сказал «ребята, вот смотрите, вот паспорта учредителей, вот документы компании, вот директива европейская». Разблокируете. Да, что вы нам на это ответите? Они посмотрели, сказали «ну окей», да, и значит, с этого момента все транзакции идут как обычно, и никаких проблем нет. То есть действительно в неприятную ситуацию попали люди, которые вели бизнес за рубежом, имея российское гражданство, резидентство и не имея вида на жительство. Смешные ситуации бывают, когда, например, у тебя вид на жительство в Великобритании, а бизнес в Европе. Потому что европейцы, ссылаясь на директиву, говорят, ну вот здесь же написано, у вас же нет вида на жительство в Европе. То есть здесь надо доказывать, объяснять и так далее. В общем, неразберихи много, имиджинси много, каких-то реальных проблем, так чтобы страдать. У тех, кто не попал под санкции, в общем, нет. А как сейчас к русскоязычным относятся в Лондоне? Вот расскажите, потому что я слышу совершенно разные истории, даже вплоть до того, что не пускают там рестораны, когда говорят на русском языке, и даже еще хуже. Я таких историй не слышал. Я вижу отношения совершенно другое. В частности, я вижу очень много отношений сочувствия. То есть люди просто контактируют, выражают сочувствие. И, в общем, мне даже приходится им дежурно говорить, что, ну, коллеги, вы, что вы нам-то сочувствуете? На Украине происходит трагедия, действительно, да? Русские как-нибудь разберутся. Но сочувствие есть. К нам относятся как к людям, которые потеряли страну, потеряли родину. И это, наверное, доминирующий тренд. Никаких попыток рестрикций больше, чем это было раньше. А надо сказать, что раньше, до 24 февраля, русских считали людьми из страны с высоким риском. И поэтому были рестрикции. То есть здесь банковский счет открыть, скажем, было сложнее, чем если бы это было в Германии. И эти рестрикции никуда не делись, они остались. То есть признать Россия сейчас гражданами страны с низким риском никто не собирается. Но помимо этого, в общем, отношение изменилось, я бы даже сказал, скорее в лучшую сторону. Потому что есть некое сочувствие, есть некоторый вопрос, надо ли помочь. Достаточно большое количество смешанных групп людей, включая, скажем, местных жителей, и американцев, и британцев, и немцев, и так далее, занялись вопросом иммиграции россиян. То есть откровенно помогают россиянам покинуть страну и арестноваться. То есть в этом отношении я бы не волновался за отношения. Да, я бы не драматизировал. Бесконечные русские спектакли, бесконечные русские фильмы, бесконечные русские артисты, ничего не отменено, кроме Гергиева и Нетребка. И они, очевидно, отменены совершенно не в связи с русскостью, конечно, а в связи с другими причинами. Все это есть. Это легко проверить тем, кто сомневается. Пойдите, посмотрите афиши больших театров, концертных залов. В этом смысле здесь ничего не изменилось совсем. Российские олигархи. Фридман, Авен, Тиньков, Абрамович попали под жесткие санкции. Заморожены счета. Так что даже, в общем, не хватает на водителей и уборщиц. Мы это знаем, читали интервью в западной прессе. Вот как вы к этому относитесь? Для чего это делать? Я вообще, честно говоря, я всегда говорил и говорю, что я считаю эти санкции бессмысленны. Здесь, если вы хотите лишить Россию милитаристского финансового потенциала, то этот потенциал надо приглашать на Запад, а не запрещать и не замораживать. Конечно. И это касается и простых россиян, которым нужно было дать возможность свободно выводить свои деньги, и олигархов и так далее. Как заработали эти олигархи свои деньги, надо было разбираться раньше. Способ их зарабатывания и их отношения с правящим российским режимом, они не сегодня сложились. И тот факт, что Запад делает вид, что он это обнаружил 24 февраля, это, конечно, немножко смешно. Конечно. В английском языке есть такое слово ridiculous, которое очень точно обозначает это. И, в общем, это здесь понимают, об этом пишут в газетах, в частности. Что это, ну, как бы, так сказать, хорошая мина при плохой игре. Другой вопрос, другой вопрос, что политики все немножко популисты, и это красивый жест, красивое действие, которое отвечает потребностям левого электората, в частности, которые вообще не любят олигархов, да, и, в частности, не любят русских олигархов. Я, вы поймите, я совершенно в данном случае не являюсь адвокатом русских олигархов. Все мы знаем, как зарабатывались деньги, да, и что тут говорить, да, как бы, ну, что обсуждать, да, в мирное время обсудим. Здесь вопрос в том, где был Запад вчера, да, и почему он этого не видел. Вот. А интервью эти даются по вполне понятной причине. Дело в том, что далеко не все деньги заморожены. И есть достаточно много способов и пользоваться деньгами, и выводить деньги в третьи страны, и освобождать их от санкций, и так далее. И, разумеется, олигархи на этом фоне хотят показать, что они очень бедные всего лишились, просто чтобы охота за их деньгами не продолжалась. Нет, про интервью понятно, но вам не кажется странным несколько, что под такими жесткими санкциями оказались, например, Фридман и Авен, а не Михельсон и Потанин, к примеру. То есть это ведь не про связи с Кремлем вообще, это вообще про другое. Потому что, значит, странно, мне сложно за интеллиженс западный решать, что хорошо, что плохо. Я уже свою позицию высказал, я считаю, что эти санкции ошибочны, что так делать не надо. Но вы же помните, как два года работы в ЦРУ обернулись представления в Конгрессе 17 с Киско Форбс. Я так понимаю, что там представление о том, как все это устроено, вообще очень приблизительно. И они не очень хотят тратить деньги на то, чтобы искать, так сказать, реальность. И все это более публичное действие, чем рациональное. А что будет собственностью российских миллиардеров потом? Вот эти вот все дома, яхты, вертолеты, активы, их потом вернут? Или, не знаю, их передадут Украине? Или их национализируют? Что будет потом происходить? Смотрите, вот здесь это очень важный вопрос, который очень часто сейчас задают в России, потому что есть некоторое пропагандистское утверждение, что вот вы говорили, на Западе есть защита частной собственности, а вот видите как. Ну, во-первых, если хотите, на Западе никогда не было защиты частной собственности в том виде, о котором говорится. Понятие о замораживании активов, об изъятии активов, механизмы замораживания и изъятия в западном законодательстве присутствовали и присутствуют, я не побоюсь, наверное, сказать сотни лет. И уж точно последние десятки лет они есть, использовались широко и активы. Все эти механизмы устроены действительно так, что заморозка, возможно, без суда, по ордеру соответствующих официальных лиц, а вот дальнейшее действие возможно только через судебный процесс. И это все теоретически может лежать замороженным сколько угодно. Практически, безусловно, олигархи пойдут в суд, и сейчас уже, насколько я понимаю, готовятся подобные судебные процессы, и суды будут решать, что с этим делать. Причем суды, в отличие от органов замораживающих, они вынуждены оперировать значительно более жесткими материями. То есть там, так сказать, нужны доказательства, нужны причины. Они должны подводить под законодательную базу свои решения. Поэтому ожидать, что суд просто скажет, а мы конфискуем, да, не стоит. Если конфискация будет, будет большая обосновательная база под это подложено. Если обосновательной базы не будет, то активы будут выпущены. Просто мне действия западных правительств в этой ситуации сейчас немного напоминают большевизм. Ну как, большевики отбирают, большевики отбирают. Но они тоже отбирают у богатых. Нет, они не отбирают, они замораживают. Опять же, напоминаю, здесь все может напоминать все. Мы с вами сейчас можем погибнуть просто в метафорах и сравнениях, и в гиперволах в том числе. Но есть факт. Действительно, активы заморожены. Их размораживание будет идти через судебные процессы. Что с ними будет дальше, мне сейчас гадать сложно. Я уверен, что большая часть будет разморожена. Я уверен, что не всего. Я не знаю, как это будет происходить. Там вы не забывайте, что на самом деле ситуация глубже. Вот смотрите, есть, скажем, некий банк, который попал под санкции потому, что в нем больше 50% конкретного физического лица. В этом банке есть активы клиентов, они тоже заморожены. Эти клиенты не имеют никакого отношения ни к финансированию Кремля, невозможно вообще к России. Но активы-то заморожены все равно. А у этого банка есть дочка. Да, у банка есть дочка совершенно в другой стране. Например, в ЕС. А эта дочка, например, брокер. У этого брокера есть клиентские активы, которые сегрегированы в депозитарии. Но они все равно заморожены тоже. А на этих активах, например, в этих активах есть маржинальные позиции. Рынки меняются, и там возникают маржин-коллы. И вот эти клиенты, эти инвесторы, которые не имеют никакого отношения ни к designated person, ни к России, они сейчас банкротятся потому, что их активы заморожены в этой дочке. Вот это тоже последствия санкции. Это тоже надо понимать. Роман Абрамович, что вам известно о его участии в Украино-Российских переговорах? И поможет ли ему это спасти в свои активы, сохранить свои активы? Мне известно то, что пишут украинские телеграм-каналы. Это не очень много. Я знаю, что он участвовал, и даже не знаю, участвует ли сейчас. Я не понимаю, что вообще происходит. И насчет поможет спасти или нет, это обращение ровно не по адресу. Я не понимаю, что будет с более простыми вещами. Это политические решения, которые будут формироваться совершенно в других кругах. Олег Тиньков высказался недавно, и вот, хотя знал о последствиях, и теперь вот Тиньков Банк вынужденно проходит ребрендинг, как мы знаем. Как вы считаете, вот для чего он это сделал? Вот как вы это понимаете? Ну, во-первых, я бы не стал отказывать людям в возможности высказать свою позицию просто. Для чего я высказываю свою позицию, например? Какая у меня от этого выгода? Но вы не собственник банка, который функционирует в России. Подождите, все-таки такие вот самоубийственные, в общем-то, заявления от собственника, да? Это что? Это безумство храбрых? Или не могу молчать, вот как вы говорите? Мне кажется, что самоубийство — это молчать, когда ты должен сказать. Это я согласна. Даже потерять банк, ну что, это денежные потери. И если Олег выбирает быть честным и высказывать свою позицию, и при этом он рискует потерять банк, ну, что ж, мне кажется, что это значительно лучше его характеризует, чем характеризует тех, кто делает обратное, кто молчит или еще хуже высказывается в поддержку, как вы ее назвали, военной операции, потому что боится за свои активы. Я вынуждена так называть, вы же знаете, мы в России. Нет, я ради бога, давайте называть чем угодно. Поэтому вы понимали, о чем речь. Конечно. Но вот именно, вы же тоже бизнесмен. Вот вы считаете, что бизнесмены должны, могут, не знаю, имеют право делать подобные заявления, потому что деньги не только их могут пострадать, а их клиентов, которые, как вы справедливо заметили, могут вообще никакого отношения не иметь к финансированию Кремля и так далее. Ну, вы знаете, если я правильно помню, бизнесмен как категория людей никогда не был лишен, скажем, избирательных прав, или права голоса, или права представительства. Во власть. Это означает, что никто не ждет от бизнесмена, что он не будет иметь мнения, не будет свое мнение отстаивать. И странно было бы от него этого ждать. Наверное, когда люди дают деньги в банк, они должны это понимать, что владелец банка или руководство банка, они такие же люди, как они, они имеют право на политическую позицию, имеют право на политические выступления. А раз имеют право, значит, должны это делать. А кто? А так мы все разберемся по стратам. Каждый из этих страт будет пассивной, потому что она почему-то не хочет заниматься политикой. И кто будет тогда заниматься политикой? Как вы считаете, зря Олег Тиньков не продал свой бизнес Яндексу за 5 миллиардов в прошлом году? Я считаю, что зря, конечно. Ну, вы же знаете, мою позицию наверняка, мы с вами уже говорили. Я считаю, что российские активы были и остаются токсичными всегда. И все, что ты в России мог продать, если ты это мог хорошо продать, это надо было продавать давно. А вот вас, Андрей, не настораживает тот факт, что бизнес сейчас во всем мире, не только в России, массово пошел в политику. Из-за России уходят европейские, вообще западные бренды. В Штатах мы тоже видим, не знаю, Дисней, например, борется за права ЛГБТ и так далее. Вот этот лозунг «бизнес вне политики», он больше не работает? Я, честно говоря, никогда всерьез не слышал про лозунг «бизнес вне политики». Политика – это концентрированная экономика в конечном итоге. Посмотрите, как экономика влияет. Не было бы нефти в России, какой бы Путин там вырос, не было бы никакого Путина. Поэтому я всегда считал и считаю, что бизнес – это именно та часть населения, которая в первую очередь должна делать политику. Политику не должны делать военные, ни в коем случае. Они вообще не должны участвовать в политике, никак это должно быть запрещено. Политику не должны делать люди религиозные или священнослужители, потому что у них есть свои идеи метафизические, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Политику не должны делать мелкие клерки, которые пошли в политику потому, что они не состоялись как бизнесмен. Политику должны делать люди успешные, умные, которые что-то построили и в конечном итоге создали продукт для мира. На самом деле эти люди очень ценят мир и процветание, И мир и процветание – это именно то, что нужно для людей во всем мире. Поэтому, наоборот, я считаю, что именно бизнес, слава богу, сейчас начал заниматься политикой. И это может привести к тому, что огромные проблемы в современной мировой политике будут исправлены. Когда Шанель, к примеру, не продает сумки русским, вам это не напоминает чем-то советские времена, когда, ну, я не знаю, колбасу только членам партии продавали? Нет, не напоминает, потому что, ну как, а пиво не продают несовершеннолетним, например. Это вам не напоминает советские времена? Везде во всем мире кто-то что-то не продает кому-то. И мы давайте будем относиться к этим явлениям, ну, как бы каждому, будем разбирать одно за одним. Что Шанель не продает сумки русским? Ну, я вижу в этом демонстративные действия и не очень много практического действия. Но политика же это во многом вообще демонстративное действие. Отношение к тому, что сейчас творит Россия, крайне важно. Отношение бизнесменов формирует отношение к обществу. Если бизнес будет продолжать сотрудничать с Россией, то и общество, в общем, начнет принимать то, что происходит. Если мы начнем принимать то, что происходит, мы, в принципе, можем благодаря российским действиям погрузить мир в хаос и кошмар. Хотим мы этого? Я думаю, что нет. Вот вы недавно написали пост про океан возможностей, и там очень образно описали, что, значит, возможности для бизнеса в России, которые открываются после ухода иностранцев, это примерно то же самое, как занять каюты первого класса в тонущем Титанике. Вот поясните, пожалуйста. Мне кажется, пояснение было бы очень длинным. Я всех могу отостать в свой звук и пост. Но бизнес же – это вещь очень рационально обусловленная всегда. Если 30 лет развития в современной России российский бизнес не занимал места иностранцев, то для этого была причина, и она совершенно не связана с наличием или отсутствием иностранцев в России. Причины были другие. Это неспособность создать конкуренцию, невозможность использовать правильно денежные ресурсы, отсутствие технологий менеджмента, отсутствие мотивации правильных, давление власти, произвол силовиков, что угодно. Там очень много было причин, целый комплекс. Но, тем не менее, это не делалось. И если это не делалось, когда были в стране деньги, и были открыты границы, были возможности и так далее, то это тем более невозможно сделать, когда денег не станет, границы будут закрытыми, давление власти и силовиков будет в тысячу раз больше, а спрос будет сильно меньше. И дальше это можно все разбирать просто по косточкам и объяснять, почему они будут работать. Я немножко в этом посте это сделал подробнее. А что вы думаете про параллельный импорт? Импорт без разрешения правообладателей, то, что собирается разрешить российское государство. Это что, пиратская экономика получается? Ну, конечно, это пиратская экономика, но здесь надо просто понимать, что пиратская экономика имеет право на существование, но только на очень примитивном уровне. Потому что весь современный высокотехнологичный импорт не работает без полной привязки от того, что вы импортируете к своей системе. То есть вы даже машину современную не можете нормально обслуживать, если она не привязана и не продана легально. Вы все равно приезжаете в сервисный центр, и первое, что там происходит, происходит связь с большим центром производителя для того, чтобы подтвердить, что машина легально функционирует и правильно обслуживается. Очень многие запчасти к предметам высоких технологий несут в себе этот след цифровой. Ты вставляешь эту запчасть, ее тут же спрашивает само оборудование, сама машина, сам станок, ты моя или не моя? Причем очень часто эта моя определяется на уровне конкретного станка, и даже не модели. И запчасть должна ответить, я твоя, я правильно выпущена, я правильно куплена. И только тогда она будет работать. Поэтому весь этот параллельный импорт, он хорош на таком уровне 80-х годов прошлого века. Все, что в 80-е годы прошлого века уже производилось, да, пожалуйста, можно так купить и использовать. Все, что создано позже, все, либо будет очень криво работать, либо работать вообще не будет. Это надо учитывать. Теперь по поводу банкротства говорили чуть выше. Вот Эльвира Набиолина сказала, что дефолт в стране невозможен. Дмитрий Медведев сказал, что дефолт России станет дефолтом Европы. Что вы об этом думаете? Я думаю, что в России очень любят театральные фразы и бессмысленные ярлыки. В данном случае дефолт – это такая наклейка, которую можно наклеить куда хотите и что угодно говорить. Что такое дефолт по сути? Дефолт – это явление, которое может случиться с заемщиком, который собирается в будущем занимать, приводящее к тому, что в будущем ему не захотят давать денег или захотят, но там очень дорого и очень мало. Обсуждать дефолт заемщика, который в будущем занимать не собирается, абсолютно бессмысленно. Назовите это как хочешь. Не знаю, выплата в рублях – это дефолт или нет. Я считаю, что дефолт, а кто-то считает, что не дефолт. Отказ платить – это дефолт или благородный отказ платить, в связи с тем, что вы плохие люди. Но какая разница, какое слово здесь применять? Россия не платит по своим обязательствам, так, как она должна, в соответствии с договоренностями. Волнует ли это сейчас Россию? Нет, не волнует, потому что занимать она в ближайшем будущем не собирается, и в среднесрочной перспективе тоже не собирается занимать. Причем тут дефолт Европы вообще непонятно, потому что Европа не имеет к этому вообще никакого отношения. Европа живет своей долговой жизнью, у Европы огромный долговой портфель, она огромный заемщик, она выплачивает по своим долгам, а иногда не выплачивает, как Греция в свое время или Кипр, если помните. И к России это не имеет вообще никакого отношения. Но это, видимо, потому что у нас вообще принято кивать на Америку, на Европу, что вот у них там еще хуже. Да, у нас инфляция, но мы это не почувствуем. А вот там вот уже 90% жителей Британии уже почувствовали на себе инфляцию, а будет еще хуже, и вообще призрак, не знаю, чего-то там, экономического кризиса уже повис над Европой. У нас вот тут... А что за счастливые 10% жителей Великобритании, которые не почувствовали на себе инфляцию? Видимо, российские олигархи. Не знаю, они, видимо, вообще уже ничего не чувствуют. В России, в Британии есть инфляция, да, мы это там все знаем. Она каких-то страшных там типа 7%, которые, ну, в магазинах не очень видны. Я, ну, как, я хожу в магазин, вы не поверите, да, там цены... На какие-то вещи цены даже упали, поскольку они сезонные сейчас. В общем, магазины ломятся, как обычно, от товаров и продуктов. Все можно купить, и никаких нет проблем, ограничений. Что-то действительно там, ну, газ и нефть, да, действительно там бензин вырос в цене, электричество и газ выросли в цене. У меня счет за электричество и газ вырос, наверное, процентов на 80. Но он вырос до февраля. Он вырос за счет того, что произошло просто после COVID-19, да, вот этот рост цен на нефть и газ. Кстати, сейчас цены на нефть и газ такие же, как они были в конце января, начале февраля на мировом рынке. Да, то есть, как бы, Россия не внесла никаких изменений в это на сегодня. Вот, нет, да, это, конечно, это все чувствуют. То есть, там это что-то из, там, 5% в среднем расходах домохозяйств превратилось, там, в 7-8% расходах домохозяйств. Об этом много говорят, много пишут, очень много ругаются, говорят, что еще вырастет эта цена. Думают о том, как ситуацию менять, увеличивают льготы для новой энергетики и так далее. Да, как бы, идет обычная капиталистическая жизнь в Британии. Я вас процитирую. Вы написали, несколько лет назад я говорил, что если бы у меня было 100 долларов, я полностью вложил бы их в Россию. Если бы у меня было 100 тысяч долларов, я все равно бы вложил в Россию только 100 долларов. Сейчас я снижаю размер своих, снизил бы размер своих инвестиций на 100 долларов. То есть, ну, получается, вообще шансов нет у российской экономики. Правильно? Почему шансов нет? Здесь нет. Смотрите. Я не очень понимаю, что такое шансы российской экономики. Значит, будут ли люди есть суп через год? Будут. Будут ли они есть суп через 10 лет? Да, в общем, почти все, я думаю, да. Я говорю здесь про инвестиции. Да, если до 24 февраля Россия была страной, безусловно, высокого риска, но, учитывая ее отличный платежный баланс, дорогую стоимость углеводородов, развитие IT-бизнеса, в том числе, кстати говоря, развитие технологий, метропольную позицию, если так можно выразиться, Москвы, в которой много что происходило, хорошее образование, которое было в России и так далее, можно было какие-то очень небольшие деньги рисковать в Россию, вкладывать, то 24 февраля, конечно, это закончилось все там. Ничего из того, что я только что перечислил, в России больше нет и не было. Ну и ваш прогноз. Давайте, ваш прогноз по российской экономике до конца этого года. Вот вы сказали, что осенью там что-то поменяются цифры. Ну, опять же, поскольку мы не знаем достаточно много триггеров, то этот прогноз будет как бы, так сказать, продолжение от сегодняшнего тренда, если хотите, и он будет очень неточным. Но я в этом смысле не хочу сильно отклоняться от тех прогнозов, которые есть. Я думаю, что инфляция составит 20 плюс процентов, может быть, 25 процентов реальная инфляция. Располагаемые доходы населения где-то на 20 процентов упадут за этот год. Минус 10 процентов ВВП, плюс-минус, да, там очень много, может быть, разных сюрпризов. Ну, вот как-то так, да, какая-то такая ситуация. Но еще раз, смотрите, мы не понимаем, куда пойдет сейчас военная операция и что будет происходить. Мы не понимаем, насколько будут еще усиливаться санкции. Мы не понимаем даже, насколько российская экономика сможет перестроиться на другой импорт, на параллельный импорт, на замену комплектующих для производства, на импорт с Востока, какая себестоимость будет при этом. Мы не понимаем, сколько покинет Россию людей. То есть мы пока вообще ничего не понимаем. Мы понимаем, что кризис очень тяжелый экономически, но насколько он тяжелый, еще очень рано делать вывод. А санкции будут еще усиливаться, вы считаете, да? Я думаю, что да. Я думаю, что это зависит от ситуации, от того, что будет происходить дальше. Сейчас специальная военная операция на Украине приобрела очень неприятный для мира характер. Она приобрела характер затяжной, больше позиционный и превратилась скорее в террористическую. То есть Россия ведет себя примерно так, как те, кто ведет себя по отношению к развитым государствам. Но, безусловно, мир не будет оставляться без внимания. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Мовчан и Мариан Минскер. А вы держитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok